8 октября на почтовый адрес одного из учреждений образования областного центра поступило сообщение о минировании здания. На место выбыла саперно-пиротехническая группа. В результате осмотра на территории школы взрывных устройств обнаружено не было. В дальнейшем оперативниками по противодействию киберпреступности УВД Гродинского облсполкома и Октябрьского РУВД был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 14-летний житель областного центра, который обучается в этом же учреждении образования. В телефоне подростка было обнаружено много групп со сватингом. В одной из таких он взял сообщение, которое в дальнейшем отправил на почтовый ящик школы. Для совершения преступления парень использовал телефон одноклассника. Подросток пояснил, что не знал о правовых последствиях своих действий. Думал ограничиться замечанием от зауча. Но в отношении подростка к Гродненскому жирным отделам Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Завернодомоложное сообщение об опасности». Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы. Плюс родители будут обязаны возместить расходы за вызов экстренных служб. В этом году на территории Гродненской области поступило 25 сложных сообщений об опасности, больше половины из которых пришла из-за границы. Как правило, сватингом занимаются школьники и подростки. В последнее время его используют как меру наказания за провинность в онлайн-играх. Поэтому, уважаемые родители, предупредите своих детей об серьезной ответственности за подобные действия. Узнавайте, чем они интересуются и занимаются в сети интернет. В случае совершения подобных действий ребенок не отделается профилактической беседой. Его действием будет дана правовая оценка.